Не ожидали? Да, я на РЕН-ТВ. Ребята, а чего у вас так темно на РЕН-ТВ? Давайте свет, может, включим? О! Совсем другое дело. Теперь всё по-настоящему. Если кто не узнал, я Александр Пушной, это проект Научфильм. Готовы? Тогда поехали. Ну что, начнём? Сегодня мы покажем вам, что такое экстремальное похудение. Давай быстрее! Мерешь ещё! Ложись на руль! Составим рейтинг самых похудших в смысле запаха изо рта продуктов, изучим, насколько взломоустойчивы современные стеклопакеты и выясним, как лучше всего мариновать шашлык. Вы никогда не задумывались, почему раньше в домах были совсем маленькие окна, а теперь их делают во всю стену? Всё очень просто. Чем меньше окошко, тем сложнее туда может проникнуть с одной стороны вор, а с другой стороны оттуда плохо выходит тепло. Но, согласитесь, эти два фактора были актуальны как 300 лет назад, так и сегодня. Но почему же тогда так сильно изменилась архитектура? Почему в нашем северном климате строят дома даже со стеклянными стенами? И вообще, насколько надёжно стеклянная стена может защитить от воров? Основа любого современного окна – стеклопакет. Пакет в переводе с немецкого – обёртка. Но что же оборачивают с его помощью? Самый главный элемент любого теплоизоляционного материала – это, как ни странно, воздух. Пенопласт, минеральная вата, вспененный полиэтилен и другие теплоизоляторы – это всегда пористые материалы. Получается, стеклопакет – это герметичная камера для упаковки воздуха. И именно этот воздух не пропускает холод в дом. Чем больше камер, тем теплее окно. Но обычно и двух бывает более чем достаточно. Для сравнения, теплоизоляция двухкамерного стеклопакета толщиной 3 сантиметра – такая же, как у кирпичной стены толщиной полметра. Но может ли такое тёплое окно защитить от воров? Ведём эксперимент. Дмитрий в прошлом не раз без ведома хозяев заглядывал в их дома. Но уже давно искупил свою вину перед обществом. Сегодня он эксперт по безопасности. Олег – специалист посредством защиты для окон. Мы проведём соревнования. Дмитрий, зная, как домушники взламывают окна, попытается проникнуть в помещение. А задача Олега – помешать ему. Первый способ взлома – высверливание механизма открывания. Аккумуляторной дрелью высверливается отверстие с внешней стороны рамы напротив ручки. Четырёхгранным ключом внутренняя ручка проворачивается снаружи. Первый способ противодействия. Вместо обычной оконной ручки Олег установил ручку с внутренним замком и ключом. Без ключа провернуть механизм невозможно. Второй способ взлома. Отжим монтировкой запорных механизмов по периметру окна. Мягкий пластик позволяет быстро и достаточно тихо отвести запорные цапфы на створке от ответных частей на раме. Второй способ противодействия. Замена обычных запорных цапф на грибовидные, а также замена ответных частей на раме на противовзломные. Даже при агрессивном воздействии извне вывести цапфу из ответной крайне затруднительно. Необходимо сильно деформировать створку с применением целого арсенала инструментов. Третий способ взлома. Время вскрытия двухкамерного стеклопакета с шумом от 20 секунд до 2 минут в относительной тишине. Третий способ противодействия. Замена стеклопакета. Внешнее стекло устанавливается триплекс 6 мм. Невозможно вскрыть без применения тяжелых инструментов. Сопровождается очень сильным шумом. Дмитрию все-таки удалось вскрыть и самое защищенное окно. Но на это ему потребовалось слишком много сил и времени. Любой домушник, встретивший такое неподатливое окно на своем пути, оставит свои попытки и попытается скрыться. А теперь поговорим немного о роботах. Ну, в последнее время это направление так активно развивается, что уже претендует на постоянную рубрику в нашей передаче. Итак. В Швейцарии придумали робота-плотника. Машина способна создавать деревянные конструкции по заранее составленным чертежам. При этом ей не требуется леса. Как сообщают создатели, система пока еще тестируется, но в будущем планируется построить целых 6 таких роботов. Они будут трудиться в стеклянном двухэтажном здании. Зачем? Чтобы все окружающие могли наблюдать за работой современных устройств. А тем временем в Бостоне продолжают экспериментировать с роботами-собаками, как их прозвали в сети. На этот раз к базовой модели робота приделали руку-манипулятор, который машина может совершать разные действия. И один из разработчиков попытался помешать роботу открыть дверь. Стоит сказать, что электронное создание проявляет смекалку, чтобы обойти все эти помехи. И если честно, это пугает. А сейчас о том, что беспокоит половину россиян, ну, честно говоря, и даже меня самого. За последние годы в нашей стране увеличилось количество людей с ожирением. По данным эндокринологов, лишний вес есть почти у половины наших сограждан. И что с этим делать, спросите вы? Обращаться к специалистам нужно. Собственно, так и поступили наши два добровольца, которые приняли участие в нашем эксперименте. Парни давно хотели привести себя в порядок, но как-то все не получалось. Мы им такую возможность предоставили. И вот, что из этого вышло. Это Гриша и Андрей. Парни вместе снимают квартиру и решили поспорить, кто за пять дней сбросит больше вес, тот не платит в следующем месяце за квартиру. Мы смотрим состав вашего тела. Сколько у вас мышечной массы, жировой массы, сколько у вас жидкости, какая жидкость. Биоэмпедансное исследование позволяет увидеть, сколько в теле человека мышц, жира и воды. На основе этих данных врач-эндокринолог даст рекомендации, как эффективнее бороться с лишним весом. Скорость ваших метаболических процессов, она еще пока в норме. И вы можете сами похудеть. Если мы вас будем просто вести по плану меньше кушай, больше двигайся, мы вас не вылечим. Вот так выглядят результаты исследования наших испытуемых. У обоих вес жира превышает вес мышц. Также есть излишки воды. Через неделю парней ждет аналогичное контрольное исследование, чтобы понять, насколько им удалось похудеть за неделю. В течение всего эксперимента испытуемые будут вести собственные видеодневники, чтобы записывать все, что с ними происходит и все, что они чувствуют. Мой первый день в клубе. В фитнес-клубе. Буду заниматься, изгонять вес. Программа Григория – диета плюс регулярные физические нагрузки. Контролировать процесс будет опытный тренер по фитнесу Николай Климов. Гриша, привет! Привет! Хочешь так же? Конечно, хочу. Но через месяц мы сможем точно так же делать. Так, спасибо за тренировку. Пойдем тренироваться. В основе принципа, который выбрал для своего подопечного Николай – разгон метаболизма. Интенсивный тренинг крупных мышечных групп приведет к активации гормональных систем организма, которые как бы разбудят его и заставят перерабатывать жир в энергию. Попросту сжигать его. Подавай еще 10 метров. Как цифра станет 5, так все. Все. 10 метров долго идут. И убираем нагрузку. Снова ходьба, восстанавливаемся. Это и есть высокоинтенсивный тренинг. Отдых, нагрузка, интервальный формат. А чтобы Гриша не набирал новые килограммы, он будет питаться по четкой схеме. Гриша, запомни, никаких быстрых углеводов, никакого сахара, никаких сладостей. Старайся есть только сложные углеводы. Макароны, рис, мясо. Подробный план питания. Старайся следовать ему. Здесь все подробно написано. И вот никаких шоколадок, пожалуйста. Хорошо? Да, хорошо. Обычно я по-другому питаюсь, но придется потерпеть. Андрею врач назначил гормональную терапию, а на нее нет времени. Поэтому молодой человек решил обратиться к другим специалистам. Экспертам с форумов. По словам участников сообщества, без какой-либо диеты и физических нагрузок они теряют по несколько килограммов в неделю при помощи клизм и походов в сауну. Мы начинаем первую процедуру очищения. Это у нас шланг, это у нас клизма, кружка эсмарха. Вот. Значит, это вода. Вот. Выводим, значит, шлаки. Вот эти все. Вот. Ну, что делать? Красота требует жертв. Вот. Правда, немножко страшно. Это моя первая процедура. Вот. Ну что, начнем? В отличие от Андрея, Гриша решил не нарушать предписаний специалистов и четко придерживаться программы. Смотри, сейчас мы немного разогреемся. Двое цель – попрыгать. Мы попытаемся запрыгнуть наверх, поймать баланс и спрыгнуть. Гриша, давай. Не могу больше. Как надо, надо, надо. Смотри, у тебя есть еще силы. Смотри, у тебя есть силы. Дискоуглеводная диета – это жесть. Грудка у меня – это завтрак, обед и ужин. Уже просто нет сил ее есть. Но надо. Иначе не похудеть. Тяжело, конечно. Сегодня, значит, после работы идем в сауну. Нужно хорошенько пропотеть. Выгнать лишнюю воду. Вот. Ну и, конечно же, шлаки. Одна тренировка – минус килограмм. О, хорошо. Давай быстрее. Гриша, еще. Положись на руль. Увеличивай скорость. Не понял. Давай. Это капец какой-то. Я еще сдохну. Мне кажется, мы неправильно с тобой занимаемся. Потому что сил нету. Постоянно хочется спать. Работаю вообще. Нет, так это все правильно. Мы, смотри, убрали вообще быстрые углеводы. А из-за сахара у тебя было всегда хорошее настроение. И сложные углеводы, они долго усваиваются. Поэтому ты начинаешь так плохо себя чувствовать. Но нельзя останавливаться. Так и должно быть. Спустя пять дней наши испытуемые возвращаются в клинику. И вновь биоимпедансное обследование. И вот результаты. Клизма и сауна дала больший эффект, чем тренировки и диета. За пять дней Андрею удалось потерять 3,5 килограмма. В то время как Григорий похудел всего на 1 килограмм и 100 граммов. Победа за народными средствами. Но что на это скажет врач? Это полностью разница с нормальной физиологией. Вы потеряли необходимую жидкость, потеряли необходимые минералы. Вы вывели полезные вещества вот таким варварским методом. Весь фокус в том, что в отличие от Андрея, Григорий похудел за счет жира и лишней воды. А вот его сосед потерял мышцы, которых у него и так немного. Но зато не нужно платить за квартиру целый месяц. Очень скоро вы узнаете, что нельзя есть до, а тем более во время свидания. И выясним, как лучше всего мариновать шашлык. Вот за что я люблю науку, так это заточные данные. Провел исследование, получил эти данные, сравнил с другими, составил рейтинг, причем чего угодно. Так, например, классифицировали перец по сгучести. То есть, какой из них самый острый. Ну, по мне, это не самая важная информация. Гораздо интереснее было бы узнать, какой продукт вызывает самый сильный и неприятный запах изо рта. Ну, чтобы точно знать, что в какой ситуации есть. И наша программа эту идею воплотила в жизнь. Свежее дыхание – залог успеха, особенно у девушек. А вот мерзкий запах изо рта превращает вас в глазах собеседников дьявола, дышащего серой. И на самом деле всему виной сероводород. Этот газ выделяется, когда бактерии ротовой полости разлагают белки. То есть мясо может оказаться зловоннее пресловутого чеснока или нет. Выяснить это нам поможет высокоинтеллектуальный искусственный нос. Он с высокой точностью определяет содержание в воздухе различных газов, в том числе сероводорода. С его помощью экспертам удалось составить рейтинг самых зловонных продуктов питания. Седьмое место. Сладости. Плохая новость для сладкоежек. Сладкое вредно. И дело тут не только в кариесе и ожирении. Сладкое вызывает стремительный рост численности всех бактерий ротовой полости. Поэтому очень скоро сладость на ваших губах превратится в зловонную горечь для вашего собеседника. Шестое место. Соленые снеки. Соленая соломка. Крекеры, чипсы, сухарики. Все это не только вредно для желудка. Соль забирает воду, и вы ощущаете сухость во рту. А для бактерий это благоприятный момент, чтобы полакомиться оставшимися кусочками пищи без угрозы быть смытыми в желудок. Не хотите, чтобы ваш рот превратился в биотуалет? Тогда активно запивайте снеки. Но главное, не алкоголем. Девушки это вряд ли оценят. А вот если каждый день выпивать необходимое количество простой воды, дыхание в принципе станет более свежим. Пятое место. Кислые продукты. Турной тон на свидании увлекаться всем кислым и квашеным. Такие продукты меняют кислотно-щелочной баланс во рту. Защитные свойства слюны снижаются. А микробы размножаются. А вот у вас до размножения дело может так и не дойти. Кстати, врачи утверждают, что постоянный запах кислой капусты изо рта может быть признаком гастрита или язвы. Четвертое место. Жареная говядина. В процессе жарки неприятный запах говядины полностью исчезает. Но это ведь практически стопроцентный белок. А именно на него падки бактерий полости рта. Вдобавок упругие волокна вечно норовят застрять между зубами и начинают гнить. Не хотите, чтобы от вас пахло, как от скотомогильника? Тогда после еды обязательно воспользуйтесь зубочисткой или зубной нитью. Третье место. Сыр с голубой плесенью. Сыры типа ракфор и горгонзола всегда считались пищей для гурмана. Многих от одного их запаха просто воротит. Ведь сыр с плесенью сам по себе продукт частичного распада белков и жиров. Здесь и сероводород, и аммиак. Он же бодрящий нашатырный спирт. В ротовой полости их концентрация только увеличивается. Поэтому не стоит подвергать близких людей газовой атаке. Второе место. Соленая и вяленая рыба. Поцелуясь послевкусием рыбьего жира. Вот что ждет любителей соленой и вяленой рыбы. Хотя свежая рыба ничем не пахнет. Но в процессе хранения и посола в ней под воздействием природных ферментов образуется вещество диметиламин, имеющее неприятный запах аммиака. Устранить навязчивый запах рыбы поможет кислота. Например, лимонная или уксусная. Первое место. Лук и чеснок. Все знают, что запах лука или чеснока не перебить никакой жвачкой. А все потому, что он идет не изо рта, а из желудка. Если чеснок или лук разжевать, то цистеин под действием ферментов превращается во множество едких сернистых соединений. В кишечнике они попадают в кровь и разносятся по всему организму, попадая также в легкие, откуда выделяются с выдыхаемым воздухом. Именно поэтому не помогает чистка зубов или полоскание рта. Запах можно попытаться заглушить, но это вряд ли поможет. Крайности до добра не доводят. Ешьте меньше сладкого, кислого, соленого. Вводите в рацион как можно больше свежих овощей. И будет вам счастье. Ну или хотя бы здоровье. Внимание, песня. Если завтра шашлык, если завтра в поход. Если завтра шашлык, то я его, как обычно, забыл замариновать. Что делать? Вот, пожалуйста, опять же, редакторы предлагают решение. Не отчаивайся, ускорить процесс маринования мяса может пылесос? Стоп, кто это написал мне? Вы что, собрались пылесосом шашлык мариновать? Интересно. Даже меня заинтриговали. Смотрим сюжет. Хотите правильный шашлык? Тогда поехали. Главное – правильно порезать мясо. Нарезаем его вдоль волокон. Раскладываем. И режем против волокон. На небольшие кусочки. Если у вас плохое мясо, то поверьте мне, ему же ничего не поможет. Но и для хорошего мяса нужен правильный маринад. В процессе маринования сок, содержащийся в мясных волокнах, насыщается маринадом естественным диффузионным образом. Чтобы маринад равномерно распределился внутри мяса, может потребоваться до 8 часов. Этот прибор называется вакуумный маринатор. Он способен сократить ожидание до 15 минут. Внутрь бака закладывается мясо, заливается маринад. Изнутри откачивается воздух. И в течение 15 минут содержимое бака постепенно перемешивается. При создании вакуума поры между мясными волокнами раскрываются. И маринад намного быстрее проникает внутрь. Во всяком случае, так утверждают производители данных приборов. Пока поверим им на слово. Но только пока. Но если в хозяйстве нет такого вакуумного маринатора и нет времени ждать, пока курьер привезет его, попробуем сделать самостоятельно из подручных средств. Используем стеклянную банку с завинчивающейся крышкой и вакуумный пакет для упаковки одежды. Клапан от пакета вставляем в отверстие в крышке. С помощью пылесоса откачаем воздух из банки. Теперь проверим, насколько эффективным оказался самодельный маринатор. Для чистоты эксперимента мы взяли одинаковое мясо и одинаковый маринад. Одна порция мариновалась 5 часов естественным способом, другая в купленном маринаторе и одна в самодельном. Добавляем еще мясо, которое не мариновалось вообще. Каждый шампур с разным мясом маркируем, чтобы потом не перепутать. Ну что, мясо готово к жарке. Три у нас в маринаде, один без. Маринад обволакивает мясо и принимает на себя большой тепловой удар. Температура должна быть не меньше 250 градусов. Мешать нужно почаще. Дымок пошел, перевернули. Дымок пошел, перевернули. Вот такой должен быть цвет на первой стадии жарки. Запах пошел какой. Осталось буквально минуты 3-4. Мясо готово! Мы пригласили 5 добровольцев, которые должны продегустировать и поставить оценки каждому кусочку мяса. Мясо готово. Давайте пробовать. Давайте. Одна оценка за вкус и другая за нежность мяса. Стопим, давайте. Сейчас, все, попробуем. Я вот с этого начну. Номер 1 очень нежное, сочное мясо. Вот номер 4 маленькое не солили. Отлично пожарили. Мало соли. Вот этот пожестче, номер 4, а первый понежнее. Ребята, третий номер. Мне кажется, первый не очень много соли. Да, вкусно? Шикарно, шикарно. В общем, ребята, я не знаю, как вы. Я свое предпочтение отдаю номеру 1, потому что это прожаренное мясо и одновременно нежное. И номеру 3, потому что в нем достаточно специй, и также оно очень сочное. Номер 2 и номер 4 не рекомендую. Ну, не знаю, ребят, мне вот, честно скажу, мне очень понравился второй номер. Он сочный, вкусный, прожаристый. Ну, самый лучший шашлык, это номер 3, потому что это идеальное мясо, идеально изготовлено. Обязательно это первый образец. Все изумительно. И третий. Вот на мой вкус, они где-то вот по консистенции соли, перца и всего маринада, они где-то рядом. Итак, по результатам слепой дегустации, мясо, которое не мариновали вовсе, оказалось самым жестким из всех. А вот дальше мнения разделились. Наши участники не смогли однозначно определить, какое мясо мариновалось 5 часов, а какое – 15 минут. И уж тем более отличить самодельный вакуумный маринатор от покупного. Из этого делаем вывод – мясо лучше замариновать. И если на это нет достаточно времени, то нужно немного сноровки и пылесос.